Данные из моей библиотеки позволяют сказать, что этот стол – приспособление для древней игры под названием пул. Цель игры – отправить в лузы все шары на две группы, а последним забить шар с номером 8. Должно быть это игра для детей, ведь рассчитать траекторию и силу удара достаточно просто. Продолжение следует... Стеклянная емкость для жидкости. Использовать стекло в качестве тары нерационально. Материал слишком хрупок. Это так и было. Почему этот стол зарезервирован? Они же все свободны. Здесь в роли аудионосителя используются аналоговые виниловые пластинки. Качество и звучание неудовлетворительно. Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, сюда подойдет ключ, который я нашел в квартире информатора. Аналоговые устройства для взвольной самодиагностики. Крайне простое и крайне эффективное. Вероятно, музыка была важной частью жизни людей. Это место очередного тому подтверждения. Так проснитесь же, мистер Мину. Проснитесь. Вас снова ждут великие дела. Стоп. Что я только что сказал? Плакат к старому видеофильму сохранился с тех времен, как раньше существовали кинотеатры. Похожий предмет находится на главе человека на плакате к фильму. Субтитры создавал DimaTorzok Деревянная дверь. В этом месте очень много конструкций, сделанных из этого пожароопасного материала. Заверта. Заверта. Лестница в подвал. Для чего ее нужно было так прятать? Какое странное место. Не похоже, что оно заброшено. Здесь кто-то был совсем недавно. Люди. Что это? Пункт приготовления пищи. Здесь много грязной посуды. Очевидно, люди не покидали это помещение очень долго. Видимо, у них закончились двери. Для чего им была нужна вода в баллонах? В подвале есть раковина. Авдопровод в городе функционирует без перебоев. Судя по количеству спальных мест, в этом помещении недавно была укрыта группа людей. Не более десяти человек. Но где они теперь? Похоже, кто-то был болен, и ему оказывали медицинскую помощь. Я читал, что у людей есть механизмы саморегенерации. Но тем не менее, они вынуждены прибегать к помощи различных медикаментов. Температурные фоны и остатки органики показывают, что здесь не так давно готовили пищу. Возможно, менее суток назад. Ф-2, я не смог связаться с тобой и увел всех в другое место. Кто вы? Что вы здесь делаете? Я RT-217-NP. А кто вы? TR-252-01-Fletcher. Как вы обнаружили это место? F-2 должен был передать нам важные данные, но связь с ним пропала. Возможно, его разоплачили. Мне поручено отыскать эти данные. F-2 арестован? Как его вычислили? Откуда вы узнали об этом месте? Нам неизвестно, что случилось с F-2. Я проник в его квартиру и прочитал на интеркоме сообщение, в котором говорилось о ядре. Мы предположили, что речь идет об этом баре. Значит, полиция тоже знает об этом месте? Думаю, это сообщение никто, кроме меня, не видел. Я удалил его после прочтения. Значит, мы на одной стороне, и вы тоже помогаете людям. Сколько вас? Верно. Нас пятеро. Я считал, что только мы знаем правду. Всей правды пока не знает никто, но вы единственные, кто пытается помочь людям. Нам нужно объединить усилия. Сколько человек вам удалось спасти? Пока ни одного. Шаттл, переправлявший людей, которых мы должны были принять, потерпел крушение. Все на борту погибли. Мне жаль. Нам нужно как можно скорее объединиться и перевести всех людей в безопасное место, чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем. Согласен. Что нужно сделать для этого? Недавно я получил от F2 важную информацию, которую, видимо, он собирался передать и вам. Мне нужно встретиться с тем, кто вами руководит. Это ваш аэрокар стоит на улице. Да. Вам нужно поговорить с гравелем. Я могу отвезти вас в наше убежище. Какова численность вашей группы? Семь человек. Пять взрослых. Два ребенка. Где они сейчас? В городе, в одном из укрытий. Мы постоянно перемещаемся, чтобы нас не обнаружили. USS узнала о двух наших убежищах, но благодаря F2 мы успели покинуть их до появления полиции. Известно ли вам что-то о других группах людей? Мы знаем о существовании нескольких разрозненных групп. Необходимо выйти на контакт с ними, иначе рано или поздно их обнаружим. Сегодня в супермаркете я увидел, как полицейский схватил человека. Мне удалось вмешаться и спасти его. Вечером этот человек должен привести свою группу в условленное место. Действовать приходится скрытно, ведь роботов, знающих правду, очень мало, и их преследует полиция. Нужно обеспечить им безопасность, нелегко спрятать большую группу людей и снабдить ее всем необходимым. Но мы не можем привезти всех сюда, потому что обнаружить здание, в котором много людей, будет несложно. Арти говорил, что F2 передал вам какие-то данные. Могут ли они нам помочь? Именно. F2 обнаружил в полицейских архивах информацию о заброшенной исследовательской лаборатории, которая находится под землей. Раньше в ней работали люди, но с тех пор она законсервирована. Это идеальное место для укрытия. Там можно расположить всех людей, которых мы уже нашли, и тех, кого еще обнаружим. Полиция не станет искать это место. Оно находится за чертой города. Безопасно ли использовать информацию из полицейских архивов? Да. Эта информация из архива пока не представляла интерес для ЮРСС и не была проанализирована. После копирования F2 стер данные о лаборатории, так что теперь о ней никто не узнает. Это отличная новость. Тогда нам нужны координаты, и мы сможем начать подготовку лаборатории для размещения людей. Есть две проблемы. Точные координаты лаборатории неизвестны, потому что в лесу расположены устройства глушения. Их нужно запеленговать и отключить. Кроме того, мы не знаем, что нас ждет внутри лаборатории. Нужно убедиться в ее безопасности, восстановить подачу энергии и наладить водоснабжение. Понятно. Арти, вы хорошо поработали. Думаю, я могу поручить вам решение этих проблем и подготовку лаборатории. Нужно приложить все усилия. От этого зависит жизнь многих людей. Хорошо. С чего мне начать? Сначала исследуйте местность, чтобы обнаружить глушащие устройства. Мы не знаем, как они выглядят и насколько сложно их отключить. Связь в этой зоне невозможна, поэтому вам придется полагаться только на себя. Когда вы отключите глушащие устройства, мы сможем определить точные координаты лаборатории по ее энергетической сигнатуре. Арти, воспользуйтесь аэрокаром, чтобы как можно быстрее отключить устройство глушения и взять лабораторию под наш контроль. А мы с Флетчером организуем транспортировку людей. У вас в запасе примерно 18 часов. Восполните заряд вашей батареи и выдвигайтесь. Вечером лаборатория должна быть подготовлена. Понял. Выдвигаюсь.